Привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел, и я куратор в проекте Ивана Никитина. Сегодня мы с вами познакомимся с приемом освещения интерьера при помощи HDR-карт. Если у вас появятся какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях к этому видео, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления. Давайте приступим. Сейчас мы видим вот такой результат, он получился при помощи стандартного солнца и Skylight порталов. Давайте покажу, как это выглядит. Сейчас пройдет автосохранение. Вот таким образом это выглядит, то есть мы видим, у нас есть большие Skylight порталы, солнце, вот с такими настройками, в общем, достаточно простые настройки. Ну и, собственно, все, больше в сцене ничего нет. И, как видим сейчас, на визуализации у нас достаточно большое пространство на картинке занимает фон, и нам придется либо искать какую-то панорамную картинку, чтобы потом можно было вставить, либо заниматься этим в фотошопе. Также это будет не совсем отвечать тому свето-теневому рисунку, который мы видим в интерьере. И поэтому в интерьерах с большим остеклением очень выгодно использовать как раз-таки HDR-карты. Думаю, что меньше плюсов, если окна небольшие, но даже там можно наверняка из этого вынести какое-то преимущество. Давайте, собственно, начнем создавать HDR-карту, точнее применять HDR-карту для освещения. Для этого, для начала, выключим все наши порталы и солнце, потому что они нам не нужны в данном режиме. Я открыл V-Ray Light Lister, здесь есть список всех моих источников освещения, и видим, сейчас все выключено. Дальше я создам V-Ray Dome, такой источник освещения, и в него уже будем назначать текстуру HDR-карты. Почему именно V-Ray Dome, а не Environment, например, горячие клавиши 8, если открыть, Environment and Effects, здесь тоже есть карта. Дело в том, что при помощи V-Ray Dome можно получить значительно более четкие тени, то есть свет освещения будет значительно лучше, также больше настроек, то есть мы сможем более гибко настраивать нашу сцену под тот результат, который нам необходим. Дальше мы в вкладке Texture выбираем V-Ray HDRI, и перетягиванием Instance копируем его в Material Editor. Здесь к этим настройкам мы сейчас немножко вернемся, мы их все затрагивать не будем, посмотрим только те, которые нам нужны. И выбираем ту HDR, которая нам нужна. Я вот предварительно подготовил HDR. Скачать такие HDR-ки можно на сайте, например, HDR Skies. Тут очень много всевозможных HDR-карт, причем в небольшом разрешении они абсолютно бесплатные. То есть есть разрешение небольшое. Это, конечно, скажется на качестве самого фона, но освещение все равно будет более живым в сравнении с V-Ray Sky. Запоминаем адрес HDR-kies.com Вот так выглядит наша карта. И, собственно, все. То есть она, HDR-ка уже установлена, уже будет светить. Но нам бы хотелось немножко больше настроить и понимать, откуда светит солнце. Для этого мы в Environment and Effects, горячая клавиша 8, как я говорил, здесь у нас стоит стандартное V-Ray небо, мы его меняем на нашу HDR-карту. Тоже перетягиваем с Instance. Так, дальше переходим в камеру. И в режиме ViewPort, ViewPort Background, ставим Environment Background. Видим, что сейчас отображается просто коричневый фон. Это потому, что данный тип карты сферический, и нам нужно, соответственно, этот тип поставить и в настройках. Ставим Spherical. Видим, она нормализуется здесь, и рисунок появляется здесь. Теперь мы можем, соответственно, вращать. Так, давайте, чтобы оно лучше видно. Так, вращать. Вот Horizon Plour Rotation. Можем вращать нашу HDR-ку и видеть, как она будет отображаться в реальном времени. Сейчас она вся очень яркая, не видно, где у нас солнце. Для того, чтобы было лучше видно, мы можем понизить Overall Multiplier. Видим, я понижаю, но становится темнее. Предположим, давайте поставим 0.1. И уже более точно мы можем определить, что небо находится у нас вот здесь. Так как мы... Давайте даже 0.1 поставим для ровного счета. Так как мы уменьшили общий мультиплиер, то, собственно, рендер мультиплиер нужно увеличить. Примерно пропорционально. Но это зависит от карты. Возможно, надо будет смотреть на пробный рендер. Давайте пока поставим 10. Посмотрим, как получится. Все, позиция, предположим, нас устраивает. Давайте я еще немножко поверну. Скажем вот так. Все, можем рендерить. Видим, что сейчас получается очень темное изображение. И мы можем либо поднять ISO камеры, либо же воспользоваться Render Multiplier для того, чтобы получить более приемлемый результат. Давайте попробуем. Поднять мультиплиер. Предположим, поставим 45. Сейчас по светлоте значительно лучше. У нас и остается небо на заднем плане. И, в общем-то, есть свет в интерьере. Теперь, когда мы настроили нашу HDR-карту по положению и, в общем-то, светлоте, мы можем отключить карту в Environment для того, чтобы не было конфликта с нашим VrayDome. Мы ее выключаем. И во время рендера можем обнаружить, что часть HDR-карты отрезается. Это исправить можно при помощи галочки в настройках VrayDome, Spherical, FullDome. Эту галочку обязательно ставим для того, чтобы наша HDR-карта была без каких-либо потерь, то есть была полностью без обрезания. Давайте посмотрим, что у нас получается сейчас. Ну что ж, вот такой результат у нас получился. Немного темно. Можно поднять ISO камеры. Давайте это сделаем. Я выбираю камеру. И здесь поднимаю еще ISO, например, до 6000. Также, давайте сохраним результат, чтобы было потом с чем сравнивать. Видим, что тени сейчас не очень четкие, так как здесь достаточно большое яркое пятно на самой HDR-ке. Но мы можем это немножко поправить, сделав немножко ниже. Inverse Gamma есть параметр в настройках HDR-карты. Вот он находится здесь, Color Space. И по умолчанию он стоит единица. Если мы сделаем немного меньше, скажем 0.7, то карта станет значительно контрастней. А следовательно, мы можем наблюдать даже здесь. Следовательно, и тени будут немного более четкими. И результат будет более интересным. Давайте посмотрим. Уже видим, что яркость значительно лучше. Ну и небо, конечно, получилось чуть более засвеченным, чем нам, возможно, хотелось бы. Ну вот, уже можно видеть, что тени стали более четкие. То есть, этот теневой рисунок более интересный. Давайте закончим визуализацию и посмотрим, как оно в целом будет выглядеть. Вот такой результат мы получили. Давайте сохраним. Его посмотрим на предыдущий вариант. Видим, что значительно светлее стало. Немного потерялось детализация неба, но думаю, что это ничего страшного. В общем-то, когда делаются фотографии интерьера, то небо тоже очень часто слишком яркое. То есть, это достаточно естественный процесс. И тут, конечно, важно не перестараться в уменьшении inverse gamma. Возможно, 0.6 слишком много. Думаю, что можно поставить 0.7. Может быть, даже 0.75. Ну, давайте 0.7 оставим. Для того, чтобы она не стала слишком контрастной. Так как, чем больше контраст, соответственно, тем больше может появляться шума. Давайте сравним с тем освещением, которое было только при помощи верой солнца и скайлот порталов. Вот этот наш результат, который мы сохраняли. И вот то, что мы получили сейчас. Видим, что значительно интереснее стали оттенки в тенях. Они разные. Где-то есть более теплые, где-то холодные. Где-то голубые, где-то более синие, фиолетовые. То есть, освещение стало более живым. Но и появился, конечно, дополнительный шум по сравнению с нашим верой сам. Но это тоже достаточно просто исправляется. При помощи повышения subdivs на нашем доме, источнике освещения. Вот здесь есть subdivs. И их мы можем поставить надавательно 120. Это значительно уменьшит уровень шума. Следовательно, картинку сделать более привлекательной. Вот такой результат у нас получился. Видим, конечно, увеличилось время. Вместе с тем, как мы увеличили subdivs. Но, тем не менее, видим, что и результат значительно чище. Если сравнить с предыдущим, то видим, какие здесь сильные шумы. И здесь их практически нет. Также, увеличив inverse gamma 0.7, мы видим, у нас появилось облако здесь, которое тоже добавляет живости. Собственно, на этом урок закончен. На следующем уроке мы узнаем, для чего еще может понадобиться дом light. И как привязать, например, солнце к HDR-карте. Если мы хотим, чтобы тени, которые у нас сейчас есть, были более четкие, например. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки. Также делитесь с друзьями. Возможно, для кого-то оно окажется полезным. Всего доброго!